Мы ходили сюда, убирали на субботнике обязательно. Здесь всегда было чисто. Мы сажали здесь и цветы. Памятник имеет огромное значение лично для меня, потому что я родилась в этом поселке. Я живу рядом с этим памятником. Мемориал посвящен авроровцам батареи А, которые защищали Санкт-Петербург во время войны. Это новый памятник. Раньше памятник был на старом месте, где стояло само орудие. Памятник был маленький, деревянный, со звездочкой. Ну, как многие памятники в нашей стране, которые посвящены защитникам нашей Родины. Летом 1941 года наш крейсер «Аврора» находился в порту Орониенбаума, как учебный корабль. И вообще решалась судьба крейсера. Предполагалось его отправить на слом, но начинается война. И вот 8 июля 1941 года был издан приказ, которому нагрежало образовать дивизион, вооруженный морскими орудиями. Батарея А, это «Аврора», получила на вооружение 9 орудий, снятых с нашего крейсера. Орудия были размещены вдоль правого склона до Дурговских высот. Батарея вступает в бой 6 сентября. Морские мощные орудия громили технику на дальних подступах, порядка 30 километров. А затем немцы воспользовались тем, что батарея не имела прикрытия. Ни сухопутных частей не было, ни танковых частей. К нам в школу приезжала бывшая медсестра этой батареи Павлушкина, Антонина Григорьевна, которая рассказывала нам о подвиге «Авроровцев», о том, что они приняли бой, но силы были неравны. Немецкие захватчики обошли гору с обратной стороны и захватили батарею. И сожгли. Вот на месте, где стояло орудие, они «Авроровцев» именно сожгли на костре. Вот это рассказывала она сама лично нам. Она хотела, чтобы память «Авроровцев» на века осталась, чтобы и про них не забыли. Павлушкина Антонина Григорьевна – женщина интереснейшей судьбы. Она 25 июня 1941 года окончила военно-морскую медицинскую академию и в звании старшего военного фельдшера была отправлена врачом на батарею А. Там она познакомилась со Смаглием Алексеем Васильевичем, командиром пятого орудия. Они поженились прямо там, на позиции их батареи. Смаглий погибнет 10 сентября, а Антонина Григорьевна всю свою жизнь положит на то, чтобы сохранить память о батарее. Они молодые были совсем. И был такой вопрос, что у нас же на памятнике на этом было написано, что именно этим орудием командовал лейтенант Смаглий. У нас даже в поселке есть улица, названная в честь лейтенанта Смаглия. Вот этот замечательный мемориал «Бастион», построенный из девяти макетов морских артиллерийских орудий, он появился в 1984 году. Открыт был 11 сентября. Это решающий бой батареи. Батарея выполнила свою задачу, сдержала врага еще на одни сутки. Это было очень важно. Но большинство орудий как раз вот в этот день и погибли. У каждого семьи, конечно, есть свои герои. Мы все их помним и благодарим за то, что у нас сейчас такое красивое, светлое будущее. Наши дети выросли в хорошей, спокойной, доброй, мирной обстановке. Мы благодарим наших защитников. У меня мама тоже была участницей Великой Отечественной войны. Она блокадница. Работала на заводе, выпускала снаряды. В нашей семье нет моряков, но мы чтим память наших оборудовцев, которые защищали наш поселок. Это наша история, наша жизнь. 9 мая, конечно, для нас это священный праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова